Череда закрытия торговых центров в Барнауле продолжается. Какой следующий? Тихий убийца. Чем опасно? Высокое давление. Вторая жизнь. Куда отправят собранный на берегу Абимусар? Наши новости начинают работу в эфире в студии Елена Кузовкина. Здравствуйте. Один год лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Такой приговор вынес железнодорожный суд Барнаула в отношении Самандара Гадуева. Рано жить совсем. Телефоны рядом с собой положили, из карманов вытащили. Сразу никто не звонит. Мужчина создал религиозную организацию. Тайные встречи проводил в одном из кафе среднеазиатской кухни. Своих единомышленников призывал ничего не рассказывать посторонним. Сам же пропагандировал экстремистские идеи. Как выяснилось, в ходе следственных мероприятий Самандар Гадуев знал, что совершает преступление, поскольку в своих проповедях использовал запрещенную литературу. Гражданина Таджикистана задержали. Он во всем признался. За решеткой Гадуев проведет один год. Приговор суда вступил в силу. На очереди очередной торговый центр краевой столицы. Временно закрыть могут лето. В здании нашли серьезные нарушения пожарной безопасности, сообщает Политсибру. Не только об этом в обзоре материалов из зданий Сибирской медиагруппы. О проблемах в торговом центре лето корреспондентом Политсибру сообщил помощник прокурора индустриального района. Представление об устранении нарушений уже выписано, рассказал он. Возбуждено дело в отношении лица, отвечающего за пожарную безопасность. Впрочем, помощник прокурора оговорился, что время у владельцев лето еще есть. Кстати, совладельцем этого торгового центра является предприниматель Евгений Ракшин. Кто крайний? Получение справки в психоневрологическом диспансере Бийска может затянуться на три часа. А между тем, эта самая справка необходима для получения или замены водительских прав, разрешения на владение оружием и в других случаях. В социальных сетях даже появился ролик о том, как жители Наукограда ждут своей очереди, пишет бийский рабочий. Оказывается, многие приходят в диспансер не первый день. И в очереди стоят даже не к психиатру, а в кассу. Руководство наличия очередей объясняет внедрением новой электронной кассы, с которой кассиры еще не успели совладать. Кстати, мастер-класс для сотрудников психдиспансера готовы провести сотрудники наркологического, где очередей нет совсем. Полицейские краевые столицы отметили накануне 25-летия с момента образования УМВД по городу Барнаулу. Торжественное мероприятие, сообщает московский комсомолец Налтая, состоялось накануне. Начальник краевой полиции Олег Тарубаров поздравил личный состав и подчеркнул, что барнаульский гарнизон вносит весомый вклад в дело обеспечения общественного порядка. Лучших сотрудников барнаульской полиции наградили за высокие результаты в оперативно-служебной деятельности. Татьяна Голубева, Наши новости. Сотни добровольцев в эти минуты выходят на уборку главной реки Барнаула. В этом году экологическая акция «Чистая опь» проводится уже в десятый раз. Причем волонтерам предлагают очистить берег реки от мусора во время пробежки. Студенты и представители общественных организаций, накопившиеся за зиму мусор, будут сортировать. Собранный пластик направят на переработку для производства новых изделий. В прошлом году экологический десант вынес более 40 мешков бытовых отходов в районе городского пляжа. Присоединиться к акции может каждый. Организаторы выдают инвентарь и доставляют до места. Почти 9 тысяч жителей края страдают артериальной гипертонией. Это цифры только за три первых месяца года. Накануне, во Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией, специалисты Краевого центра медицинской профилактики решили привлечь внимание к проблеме. В одном из орговых центров Барнаула они организовали небольшой консультационный пункт. Здесь можно было измерить давление, уровень сахара и холестерина в крови, получить урок о правильном питании. Врачи уверяют, многие люди не знают о том, что у них повышенное давление, ссылаясь на переменчивую погоду, а ведь это основная причина развития инфаркта и инфункта. Сегодня определены четко факторы риска развития повышения артериального давления. Это в частности курение, это неадекватная физическая нагрузка, и это употребление не тех продуктов питания, которые мы хотели бы употреблять, которые необходимо употреблять, и в частности то, что может привести к ожирению. Концерт с участием стипендиатов фонда Мстислава Ростроповича прошел накануне в Краевой филармонии. В первом и втором отделении солировала уже известная барнаульская скрипачка Татьяна Кричкова, с которой мы встретились перед выступлением. Сейчас Татьяна студентка третьего курса музыкального колледжа учится у Олега Абрина. Почти 10 лет барнаульская скрипачка является стипендиаткой фонда Ростроповича. Девушка призналась, что все эти годы ей оказывают огромную поддержку, как финансовую, так и в концертной деятельности. Фонд открывает для своих воспитанников дорогу в мир большой музыки, помогает выйти на мировую сцену. В программе, которую исполнил Краевой симфонический оркестр, прозвучало два концерта Чайковского и Шестаковича. Растительное масло в спрее. Совсем скоро новый продукт появится на полках магазинов в крае всей России. Новинку разработала компания «Дива Алтай». Масло в уникальной упаковке уже подтвердило марку «Алтария». Презентация продукта вызвала интересы у кулинаров и у представителей бизнеса. Такого на прилавках еще не было. Этот красивый баллон точно украсит любую кухню. Разработали инновационный продукт алтайские специалисты после обучения в бизнес-школе Сколково. В течение трех месяцев мы все-таки утвердили тот вид, который вы видите сегодня. И я хочу сказать, что даже на европейском рынке, буквально неделю назад я была в Европе, подобных спреев на сегодняшний день нет. Поэтому мы имеем гордость сегодня сказать, что мы номер один не только в стране, но мы выходим и на мировой рынок, на рынок мировых компаний с своим продуктом. Упаковка не только эстетика. Компоненты привозили из Германии, Чехии и других стран Европы. И не зря. Чтобы собрать один баллон, нужно три минуты, в несколько раз больше, чем заполнить обычную бутылку маслом. Работа кропотливая, но того стоит. Специальный вакуумный пакет из четырех слоев позволяет сохранять продукт свежим до последней капли. Когда открываем бутылку ПЭД, привычно для нас находящуюся на полке, уже на вторые сутки начинается процесс окисления. Масло вновь и вновь претерпевает контакт с воздухом. В связи с этим оно окисляет данный продукт. В течение всего срока годности способен сохраниться в свежем виде, несмотря на то, когда мы его открыли. Хранить в холодильнике такое масло не нужно. Баллон выдерживает температуру до плюс 50. Его можно взять с собой на пикник, и продукт всегда будет оставаться свежим. Мастера кулинарного искусства уже оценили и отметили, что давно ждали такую новинку. Нет излишков масла, красиво и, самое главное, полезно. Уникально. На самом деле его приятно держать и приятно пользоваться. Одним нажатием практически весь салат у нас заправлен. Скоро компания планирует расширить линейку и выпустить в баллонах оливковое и льняное масло. А пока популярность набирает подсолнечное. На выставке в Москве новым алтайским продуктом заинтересовались коллеги из Казахстана. Первая же партия разошлась, как горячие пирожки. Евгения Даровская, Андрей Печоркин. Наши новости. И в завершении выпуска о погоде спонсор прогноза погоды компания «Эвалар». А какой глицин принимаете вы? Принимайте глицин «Форте Эвалар». Он отличается высоким содержанием глицина, усиленного витаминами для мозга. Качество гарантировано международным стандартом GMP. Глицин «Форте Эвалар». Почувствуйте разницу. В Крае, в отдельных районах возможен дождь. Ветер юго-западный умеренный. 9 градусов ожидаются в Бийске и Олейске. В Заринске, Зминогорске и Рубцовске до плюс 11. В Камне на Абику, Лунди и Славгороде до 12 тепла. В Барнауле в пятницу возможен дождь. Температура днем до 12 градусов тепла. Все новости к этому часу. Полная картина дня в вечернем выпуске новостей. Хорошего вам настроения. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»